Небольшое государство в сердце Европы Монако, живет в основном за счет туристов. Ежегодные фестивали, дорогой и привлекательный стиль жизни, благоприятный климат и морское побережье заманивают сюда самых богатых людей мира. Одна из необычных туристических достопримечательностей, которая заинтересует любителей футбола Аллея Чемпионов вдоль форума Гримальди. На тех, кто попадает в Монако впервые, эта аллея с отпечатками человеческих ног производит сильное впечатление. Но для любителей футбола это место хорошо известно. Аллея Чемпионов напоминает улицу в Голливуде, США, однако там оставляют свои отпечатки только звезды киноиндустрии и современной музыки. Здесь же место для людей, которые имеют большие достижения на футбольной Ниве. Район Ларвотта в Монако, место встреч романтичных парочек и отдыха очень богатых туристов. Идея создания появилась еще в 2003 году. Тогда была основана премия «Золотой след». Для того, чтобы быть номинированным на премию, соискатель должен иметь возраст более 29 лет, значительные достижения в мире футбола являться примером для подрастающих поколений. Управление развития туризма в Монако впервые предложило в свое время принцу Альберту Двум ввести ежегодное премирование лучших футболистов. Принц, как неистовый поклонник футбола, сразу же поддержал эту мысль. Сан-Франциско «Золотые ворота» в райотбор кандидатов на увековечение на Аллее чемпионов проходит на официальном сайте премии. Сюда подаются ежегодно около 10 кандидатур, за которых объявляется голосование. Каждый может зайти на страницу своего кумира и отдать за него голос. Голосовать можно только за одну кандидатуру. Побеждает тот, кто набирает больше голосов. Премия также имеет еще одну номинацию «Легенды футбола», которая присуждается тем игрокам, которые имеют огромные заслуги в мире спорта, а также тем, кто уже закончил карьеру футболиста и имеет многочисленные награды и заслуги. Золотые правила для отдыхающих в Турции Первым, кто оставил отпечаток ног, стал Роберто Баджо. Он в свое время был четвертым в рейтинге мировых футболистов после Диего Марадонны, Пели и Исибия. Вторым свой след имел честь оставить чешский футболист Павел Недвид. Среди наиболее известных футболистов Франческо Тотти, Роналдо, Андрей Шевченко, Роберто Карлос и Дере. Сейчас можно насчитать 65 отпечатков стоп выдающихся футболистов. Туристы, которые могли прогуливаться по морскому побережью Монако, оставляют довольно неоднозначные отзывы. Есть среди них такие, кто утверждает, что место настолько незаметно, что можно гулять долгое время и не увидеть следов футболистов. Но большинство утверждает, что аллея произвела на них большое впечатление, ведь здесь отмечены люди, которые стали легендами для всего мира. Их имена знают все и те, кто увлекается футболом, и те, кто вообще не интересуется этой игрой. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok